20 октября прошлого года. Красная Северная. 23 часа. Алена Лысенко садится в троллейбус и едет домой на Комсомольский. Выходит на Ялтинской. Но дома так и не появляется. Родители идут в полицию. Начинаются поиски. В данных поисках участвовало около 40 человек. Ставились задачи совместно с полицией, а именно про чёс местности, заклейка территории, ориентировками, опрос населения. 19-летнюю Алену Лысенко искали всем городом. Четыре дня полиция, родственники, друзья, добровольцы прочёсывали окрестности Комсомольского. Журналисты встречались с друзьями погибшей. Я с Леной училась в одной школе. Очень хорошая девочка была. Она единственный ребёнок в семье. Эта девочка была просто ангелом. Маленькая, хрупкая, воспитанная и умная. Училась в институте, работала, чтобы оплачивать съёмную квартиру. Золото, а не человек. Тело девушки нашли 24 октября. А буквально через сутки вышли на след предполагаемого убийцы. Это молодой парень, разнорабочий из Гулькевичей. Как выяснилось позже, он попросил у своей жертвы телефон. Она отказала. А дальше начался кошмар. Вот он на следственном эксперименте. Рассказывает и показывает, как всё случилось. Догнал, ударил по голове, отнёс в гаражи и изнасиловал. В результате причинённых повреждений девушка скончалась на месте. Между тем, заблуждаясь относительно наступления смерти погибшей, молодой человек всё же предпринял попытку её задушить. Убедившись в её смерти, злоумышленник переместил её тело в яму для хранения предметов быта, которая располагалась неподалёку, присыпал мусором, после чего похитил принадлежащее имущество и скрылся. Алёну Лысенко похоронили 28 октября в станице Березанской Василковского района. А в Краснодаре после её убийства появились телохранители для девушек. Это обычные краснодарцы, которые бесплатно провожали до дома совершенно незнакомых им девушек. А если бы Алёна Лысенко могла воспользоваться такой услугой, возможно, трагедии удалось бы избежать. Андрей Чумаков, Валерия Мострюкова, телекомпания «Краснодар».